Сергей Васильевич Еремин у нас здесь уже регулярный язык не повернется, сказать, что гость, наш партнер, коллега. И напомню о том, что до того, как выделился кандидатом депутата Государственной Думы, Сергей Васильевич был закреплен губернатором, как куратор территории нашего муниципального образования города. Мы начали взаимодействовать и вместе сопровождать те проекты, которые были. Ну и много раз мы обсуждали наши дороги, перспективы. Я, Сергей Васильевич, я подчеркиваю, что в аудиторию, может быть, уже и повторяюсь перед кем-то, то, что в прошлом министр транспорта, и очень в свое время мы здесь, потому, наверное, губернатор закрепил куратором, и теперь уже в статусе депутата Государственной Думы мы уже и обсуждаем эти проекты. Вместе с нами переживали в прошлом году, когда нам в конце сентября дали деньги на ремонт Красноармейской. Сергей Васильевич поставил под сомнение, вообще, зима на носу, успеем вообще реализовать. Именно переживал, по-моему, казалось, вот настолько с болью мы реализовали. И город Назарово становится комфортнее, уютнее. У нас огромное количество планов и задач, только что мы посмотрели, нашу школу обсуждали. В этом вот три школы города заходят на ремонт. Это уникальная возможность. На следующий год еще одна школа тоже будем обсуждать, сопровождать. И таких проектов огромное количество. Плюс федеральный конкурс, мы на него заходим. Очень надеюсь, что это вот как планы не делятся. С одной стороны, у нас что-то получили, будет даже согласен. Березовый рощин. Это очень смелая заявка, что мы в муниципалитетах заявились на федеральный конкурс. У нас получится. Тем более, СОЭК сопровождает. И Сергей Васильевич, спасибо, что вы тоже рядом стали. Документы мы качественно готовим. Нам сейчас предстоит обсуждение жителями по качественному наполнению проекта, чтобы не было ошибок в этом проекте. И для разных социальных категорий этот проект, березовый рощи, он был нужен, актуален, чтобы они чувствовали, что для всех, для всего города. Сейчас там уже легкие конфликты назревают. У нас таки образно говоря, потому что спортсмены активные. Конечно, огромное количество людей, которые отдыхают. Оказалось, тема совсем, которая нереальна была реализовать в короткие сроки. Установили там первый наш город в собственном поле. Можно с юмором к этому относиться. Это огромное количество людей эту задачу ставили и ждали от нас. Мы реализовали вот так, этими маленькими шашками. У нас это получается. Сегодня мы были на Грессе. Народ ждет, садоводы ждут. А когда же, как верхнюю дорогу сделали, а теперь нижнюю дорогу надо. Тоже в один год желательно. Мы немножко эту тему придерживаем, потому что в конце года выйдет проект по строительству. Рапсово завода, во всяком случае, нам так заявляют. Я боюсь, что в период строительства оценить та нагрузка, которая будет ложиться на период строительства. И уже обсуждаем с нашими партнерами, чтобы их участие в социально-экономической жизни города. И не только, что они строят завод и новые рабочие места. Я боюсь, что в период строительства не разбили бы эту дорогу, которую мы еще, правда, не заасфальтировали. Но тоже вот такие актуальные вопросы много. Нужно всегда какой-то наработанный опыт. И вот в ходе наших рабочих встреч с Сергеем Васильевичем это все обсуждаем. Много других задумок. И, конечно же, в ближайшее время подготовим то, что президент поставил. И они поставили эти задачи, применительную к муниципалитету. То есть совместно с краевой властью при активной поддержке губернатора мы будем реализовывать. И подчеркиваю, это по себе направление, которое там озвучено. Я думаю, что у нас это получится. Нам впервые удалось уже неделю, как наши дорожники, коммунальщики подготовили документы. Мы уже отправили в Красноярск и в агентские заказы, если еще я могу об этом говорить. Сейчас поубличнее говорю. Это тоже рекордно короткие сроки. Учимся массированно, качественно готовить документы и так далее. Ну и много других направлений. Мы долго говорили по ремонту молодежного центра. Сначала его лет за 15-20 назад его было ремонтировать. Более удручающего бюджетного учреждения у нас вообще не было. В состоянии внешнего, внутреннего. Хотя молодежь очень активная. Нам удалось. С легкой задержкой. Подрядчик шероховатости свои есть. Есть условия договора, которые были выполнены. Там будут полисовать серьезные оказания. Но тем не менее мы реализовываем и уверены, что город будет развиваться.